Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин, на дворе 33 июня 2024 года до нашей эры. И не удивляйтесь этому абсурду, потому что, блядь, целый год идёт специальная военная операция. Вы думали, что вы до этого доживёте? Вы вообще думали об этом? Вы подозревали? Нет? Вот, сегодня мы об этом поговорим. Абсурда, до хунища! И сразу хочу предупредить, будет много мата, много эмоций, потому что стараюсь записать это одним вонлайном, успеть зацепить всё, что произошло за последний год, ну и как бы, что получится, то получится. Похуй, короче, к теме. Целый год у нас сейчас идёт специальная военная операция. Ещё 22 февраля 2022 года, в датах я не путаюсь, я записал ролик на тему, что признали ДНР и ЛНР независимыми областями, независимыми республиками, и сказал, что, ребят, давайте без войны, пожалуйста, ну как бы, один из вариантов, естественно, я озвучил, что будет, скорее всего, бабах-бубух, но как бы, мол, давайте ртом договариваться. Ну, в принципе, как все рациональные люди на это и смотрят. И что бы вы думали, через два дня СВО, бац! Мы сейчас не будем углубляться в детали, что к этому привело, из-за чего это случилось, как это именно происходит относительно геополитической ситуации, внутренней политики, внешней политики, взаимодействия стран. Мы сейчас эту политику, эту часть политики трогать не будем. Нет, вот сразу скажу, сегодня эмоциональный взрыв из моей переральной области, мой вокабуляр будет хлестать вас по ушам. Вот, что здесь будет. Кстати, да, еще небольшая ремарка, что 11 месяцев назад, я тут, кажется, немного о политике, я записал еще ролик, то, что после высказывания моих мыслей по поводу данного военного мероприятия от меня, некоторые мои друзья, знакомые могут отвернуться, и так и произошло. Некоторые отвернулись. Прям вот, 22-й год прекрасно показал, кто каков есть. Ну, об этом чуть позже. Так вот, итоги какие? Ну, мы все еще живы. Это хорошо. Это, знаете, как подводить итоги 20-го или 21-го года, мол, блядь, был коронавирус, даже его никто не ждал, и он такой, на нахуй! И мы такие, еб твою мать! Потом наступает 22-й год, точнее, 21-й год, там вторая волна коронавируса, и мы такие, ну, вроде все заканчивается, вакцины есть, на нахуй еще волна! И ты такой, блядь, да хорош, что, блядь! У нас тут Майк Тайсон, блин, вышел, вирус, такой, хоп-хоп нахуй! И ты такой, нет, нафиг, не надо, не хочу, все, давайте успокоимся. И вроде бы все идет на спад, мы такие, ну, ладно, ладно, наверное, в 22-м году мы все про это забудем, вакцина добьет вирус, мы успокоимся, полежим на гамаке гармонии, на нахуй СВО! Ну, ну не ебануться-то, а! И сейчас, как бы, пока ничего не заканчивается. Пока все еще вот на этих рельсах абсурдности нашего мира, с одной стороны. С другой стороны, вот если задуматься, человечество всегда воюет. Пятикантер повоевали друг с другом, гомохобилисы, гомоэректусы друг друга жрали, все эти человеки разумные, неразумные, вот это вот все, ну, это лучше к Дребышевскому, он вам лучше объяснит. До нашей эры, ну, когда уже мы цивилизацией стали, но все равно все друг друга резали, вспомните Междуречия, вспомните Египет. Потом Христа распяли, потом римляне начали завоевывать, Александр Македонский. Вот эта вот война была всегда. Она была всегда, мы по истории знаем. Первая мировая, Вторая мировая, война 1812 года, Ирак, Иран, Афганистан, Чечена, Абхазия, блядь, она всегда везде. Но, когда она происходит вот всегда везде, но не у тебя дома, а как бы, ну, это было там 50 лет назад. Или это за несколько земель от меня, похуй не обращаю внимания, вообще поебать. И большая часть людей так и жила, а тут, на нахуй, и она за углом. И ты такой, ёб твою мать, серьезно, такое бывает, я не в фильме, это не сериал, это не Netflix, нет? Это что, реальная жизнь, блядь, такая? Людей, блядь, будут убивать? Вы ебанулись, что ли? Крутом не договорились, что ли? Ебаться, нахуй, сраться. И вот это вот самый большой, скажем так, не то чтобы вывод, это не умозаключение даже, а просто как мысля, что вы, блядь, действительно звери ебанутые. Понятное дело, из-за чего это все происходит? Борьба за власть, за ресурсы, за границы, за свое я в обществе, в мире и вот это вот все. С одной стороны, с другой стороны, ты думаешь, ну, блин, может быть, мы когда-нибудь сможем быть нормальными? Может быть, мы сможем когда-нибудь договариваться ртом? Может быть, мы когда-нибудь сможем жить без вот этих вот драк и потасовок? А потом такой, погодите-ка, ну, блядь, мы так не можем, мы, блядь, запрограммировано устраивать себе стресс. Простой пример, вы хотите, чтобы у вас росли мышцы, что надо сделать? Ну, надо покушать, белков нормально поесть, да, правильных углеводов небыстрых, про жиры тоже не забивать, чтобы у вас... Ой, запыхаться, маска, суп, пиздец, неудобно, но, блядь, ради образа. Жиры нужны, чтобы у вас гормоны тоже, да, преобразовывались. Ну, короче, я не химик, могу ошибаться в правильности слов, но, блядь, да. Но что еще надо? Надо поднимать тяжести, чтобы мышцы рвались, чтобы был стресс для организма, стресс для мышц, чтобы они рвались и чтобы потом росли. Только так. Нужен, блядь, сука, стресс. У нас даже в нашем организме нужен стресс, чтобы развиваться, чтобы расти. Вселенная прям показывает, вы, сука, стрессовые. Вы должны устраивать себе стресс. И мы такие, а, ну да, блядь. Че это, у нас пандемия че-то заканчивается, скучно живем. На нахуй бомбы, на нахуй бомбы. На нахуй будем жить под угрозой ядерной и атомной войны. Ебануться, просто ебануться. Че еще хотелось бы сказать в данной тематике? Ну, мы на ютубе, давайте про ютуб поговорим. Ну, он все еще есть. Он все еще есть. Правда, контент поменялся. Очень много стало пропагандистов со стороны Российской Федерации, со стороны Украины, Европы, Америки. Короче, все, полезли. Все стали пиздец, как разбираться в политике. Все стали знать историю просто на пять с плюсом, умноженное на пять. Просто профессионалы-профессионали. То есть вот все время своего блога, там, у кого год, у кого 10 лет, у кого 5 лет, просто сделали свой контентик. А теперь, ебать, я знаю, я знаю истину, я видел секретные документы. Я лично звонил, мне сказали именно это так. Я знаю, я фильм снял, верьте, блядь, мне, а не говно, я нет. И вот так со всех сторон, блядь. Ой, нахуй. Я надеюсь, я так не выгляжу ни в этом ролике, ни в тех роликах, которые я на политические темы поднимал. Я надеюсь, что я не из этой какой-то. Очень надеюсь, блин. Очень надеюсь на это. Что у нас еще в таком медиапространстве? А, ну, начали банить каналы. Вот это, конечно, печально то, что якобы свобода слова, вот это вот западные ценности, говори, что хочешь. А они, блядь, не работают, оказывается. Ну, как оказывается, для каких-то вот малолетних дебилов, видимо, это оказывается. Но непонятно, да, было, что если кто-то держит площадку, и ему что-то не нравится в ваших действиях, его площадки коммерческие, он такой, нахуй. И как бы, что ты ему предъявишь? Ты как работник, который не справляется с его планом. Тебя уволили. Все, нехуй вонять, блядь. Я прекрасно понимаю, что YouTube так и со мной может поступить, в теории. Я буду возмущаться, но я прекрасно при этом понимаю, из-за чего это и как это работает. Будь я YouTube, я б так делал. Вот вы зайдите ко мне на канал, начните хуйню всякую нести. Я же вас в банк кину. То же самое с YouTube. Вот и все, блядь. Ну, в общем, удалил канал YouTube у Гоблина Дмитрия Пучкова, у Артемия Татьяновича Лебедева, у Стаса Васильева, как просто. Новый, блядь, наш пропагандист, глаз народа и мистер, я не сдерживаю эмоции, ебать вас всех сраку, блядь, ну это пиздец вообще. Что еще произошло? Наша пропаганда обосралась с Красовским, который, блядь, уволили Красовского с РП, блядь, с РТ, главного пропагандиста с главного пропагандистического канала, ну ебнуться, блядь, можно. 22-й год вообще прекрасно показал, кто, каков из себя, что он из себя представляет в рамках демагогии, донесения мыслей и так далее. Просто вот прекрасно показывает, что большая часть людей, блядь, зомбирована либо с той, либо с другой стороны, сейчас вообще, неважно какая страна, просто они зомбированы одной точкой зрения, и они, блядь, ее отставят без аргументов, без нихуя, просто свято веря, блядь, в кумира. Хотя, блядь, в Библии написано, не створи себе кумира. И это писал, блядь, главный кумир Сидивли, Господь, Бог, оксюмарон ебать, но вот так. И вот 22-й год прекрасно показывает, что куча людей просто, вот знаете, вот я долгое время в рамках своей жизни любил говорить, что, мол, блядь, 99,8% людей это, ну, дегенераты, дебилы, с ними ты никогда взаимодействовать не будешь, и слава богу, пусть они просто будут этой вот массой. Ну, это, знаете, это слова, а сейчас, блядь, это видно, относительно именно того, как человек преподносит свою мысль, потому что, опять же, его все вдруг стали, блядь, такими политически образованными, но при этом вот смотрят, сука, одним рогом своим вот в одну точку, и все, ни шаг вправо, ни шаг влево. Ни другое мнение рассмотреть, ни на нормальный диалог выйти, ни в адвоката дьявола даже поиграть, чтобы хотя бы самому глубже в эту углу, не, нихуя, вот так вот и никак вот тут. А еще больше радуют вот эти вот люди, которые вам каяться, блядь, надо, то есть ты, блядь, житель страны, ты в ней продолжаешь жить, ты гражданин, но ты такой, блядь, каяться надо, да, блядь, ты, наверное, виноват во всем этом, да, или нет, ты вообще нихуя не делал, но тут пришла повестка, что тебе надо каяться, и ты такой, блядь, да, точно надо каяться, я же, блядь, кусок говна ебаный, сука, блядь, ну не кайся, нахуй, что я тебе могу сказать, убогое это существо, ужас, блядь. Я вот, я не знаю, вот было бы прекрасно, если бы мы все стали бы одной, одним поселением, посевом грибов, да, то есть одной грибницей на планете Земля, а сейчас мы просто, блядь, разные виды грибного царства, мы же вирус, который заселил планету, но, блядь, друг с другом как-то договориться не можем. Ну, опять же, я сказал, почему, у нас, блядь, крови прописано в ДНК, прописано, что нам стресс нужен, что мы разъебывать должны друг друга, ой, пиздец, не могу, ой, ебдурно, ужас какой. Короче, веселый был год, СВО, блядь, как закрутило-то, а, сука, ладненько, что хорошего-то сказать, не знаю даже, ну, а, мне тут на днях исполнилось 33 года, преисполнился я, да, вот, вообще, зашибись, я рад. Вот, и этого я просто бесконечно это рад, хоть и в момент празднования был такой немножечко грустненький, я не знаю, видимо, мудрость все-таки дошла до всех окончаний моего большого гангля, который зовется позднему человека, я такой, типа, блядь, ладно, все, надо быть спокойнее, хотя сейчас, блядь, вообще, нихуя не спокойнее. Ну, да ладно, это выброс эмоций, как я уже сказал, иногда это стоит делать. Вот, поэтому я, да, повзрослел, новые цифры, и в связи с этим хочу вам пожелать здоровья, да, я вам желаю, у меня день рождения был, а я вам желаю здоровья, рациональности, гармонии, чистого нет над головой, и приятной земли под ногами, а не над вами. Вот так. Фух, я надеюсь, вы досмотрели до этого момента, мне приятно, и мне приятно YouTube при этом, потому что если вы досмотрели, то YouTube такой, о, блядь, видео классное, интересно, я буду уранжировать, я такой, ура, блядь, просмотр, 33 года веду себя как инфантил. Это просто, опять же, не оправдываюсь, это эмоции, иногда надо быть вот таким, да, блядь, в маске, но открытым, ебать. На этом все, спасибо, что смотрели, не будьте нормальными, а то, блядь, вот видите, нормальный мир, он емнулся немножечко, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк. Блядь, пиздец, очки, очки, очки потеют, блядь, из-за этого. Хорошо, что только на один ролик.